Лесные пожары способны за короткое время уничтожить большие площади зеленых насаждений. А если перекинуться в населенные пункты, могут быть и жертвы. Для того, чтобы не допустить этого, сегодня на территорию Уджикутинского района прошли совместные учения по тушению лесного пожара. Альбина Ламкова, ее горячий репортаж. По легенде учения, лесной массив на окраине объят пламенем. Четыре точки возгорания. Клубы дыма поднимаются высоко вверх. Тяжело дышать. Пожар, конечно, постановочный. А вот техника, привлеченная на его тушение, что не на есть настоящее. Пожарным необходимо максимально быстро локализовать и ликвидировать возгорание, чтобы оно не перекинулось на населенные пункты. Тут нет лучшей. Каждый должен знать свое дело на 100%. Есть и пострадавший. Спасатель должны уложиться в определенное время для того, чтобы оказать ему первую помощь и отправить на скорое в медучреждение. Каждый шаг на контроле. Пострадавшего из-под завалов. Передали конец скорой помощи. Как приняли? Принято. Наблюдаю. Руслан Матив не понаслышке знает о пожарах. 2020 год был сложный. Тогда на территории республики зафиксировали 19 лесных возгораний. В каждом опытный огнеборец принимал непосредственное участие. Здесь, конечно, мы можем что-то поправить, где-то подсказать своим товарищам. Там, в реальных условиях, когда мы находимся или в горной местности, или в населенных пунктах подвержены угрозе распространения лесных пожаров, у нас нет права на ошибку. Счет идет на секунды. Лишь лошади были напуганы в тактико-специальных учениях по тушению природного пожара. И, к их счастью, все относительно быстро закончилось. Приблизительно минут за 30 пожар был потушен полностью. Жители эвакуированы. Докладывают, жертв нет. Было задействовано 4 натурных участка. Спасено 5 человек. Подано 7 стволов. В итоге главная цель мероприятия достигнута между различными структурами и ведомствами взаимодействие налажено. На территории Горача Черкесской Республики представлены все риски чрезвычайных ситуаций, кроме цунами. Поэтому мы ежеквартально проводим мероприятия. В рамках всероссийских командных штабных учений с 13 по 15 апреля на территории Горача Черкесской Республики прошли тактико-специальные учения. Общая группировка, привлекаемая порядка 1315 человек и 189 единиц техники. Пользу таких учений переоценить невозможно. Спасение жизни других доведены до автоматизма. МЧСники понимают хорошо, что при реальной угрозе каждая секунда дорога. И поэтому некомпетентность одного из членов большой команды может поставить под угрозу всю спасательную операцию. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Дести, Корчаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район.